Приветствую вас! Хочу вам рассказать сегодня про налоговую милицию и про новую структуру, которую хотят создать на базе налоговой милиции, там службу финансового расследования, типа так называется. Почему? А мне сегодня вопрос задавали. Там наш минист финансовый Александр Данилюк сказал, что очень плохо, чтобы в Украине не было, ну за 2017 год, провал работы, не была создана служба финансового расследования. По этой причине очень плохо, очень плохо. Ну, что вам сказать? Вы, наверное, помните, что главу нашей фискальной службы Насирова, там НАБУ, прижало даже арестовар. Помните? Возможно, кто-то из вас читал пасквили про нашего министра финансового, что он и с Януковичем дружит, этой махинацией занимается. Было! Даже там была информация, какие-то уголовные дела против нашего министра финансового возбудили. Так вот, это есть обычная битва структур, кто будет контролировать службы финансового расследования. Знаете, смотрите, налоговая милиция, она всегда была налоговой. А теперь министерство финансового расследования говорит, нет, давайте вот новую структуру мы заберем под себя, а налоговая будет без налоговой милиции. Естественно, они говорят, нельзя! Только нам! Вот эта вот война как раз привела к тому, что Насирова арестовали, а Данилюка сейчас в проблеме действительно, некоторые говорят, что будет менять министра финансов в кормушечках. Ребята, поймите, что и налоговая милиция, и финансовая служба, и финансового расследования это кормушечка! Шикарная кормушечка! Но! Я хочу рассказать и напомнить, а кто сделал налоговую милицию? Ну, кто работал в Украине, с этой, наверное, структурой соприкасался. Но кто сделал? Помните? Азаров взял! Азаров взял! Янович! Вот, его нет! Детище! Ох, зараза, сделал! Такой работящий, работящий! Знаете, смотрите, в Советском Союзе не было никакой фискальной службы, потому что понятие налога отсутствовало. То есть все, что советское предприятие делало, все отбирали. По этой причине было финансовое управление, налогу просто не было нужно. Когда появилась Украина, Россия, появилась действительно налоговая, так сказать, система, налоговое управление. Но в Украине первоначально это называлось налоговая инспекция. Она была в составе Минфина. И тогда появилась налоговая полиция. Да, да, да. Далекий-далекий началь 90-х. Пока не было Яновича. А когда налоговая сглая Азарова, говорит, не-е-е, так не пойдете. Ну, что он первонаперво сделал? Первонаперво он сделал самостоятельную налогу. Да, я говорю, еще налоговая была в составе Минфина. Он ее выделил. И сделал налоговую милицию. Сейчас небольшое отступление, чтобы вам понять, в чем разница полиции и милиции. Звучит же одинаково. Там налоговый этап. Не-е-е. Знаете, смотрите. Во всех странах мира, конечно, существует милиция. Ну, во всяком случае, может, каких-то стран нет, но есть. Основная функция милиции в чем? Защищать вас от преступников. Логично. Для этого милиция имеет довольно широкие полномочия. Но, если так выразиться, вот для того, чтобы бороться с преступником, есть такие два направления. Оперативная работа и следствие. Что такое оперативная работа? Вот есть девец, который торгует наркотиками. Хопа! Споймали наручники. Это оперативная работа. Карманы. Споймали. Хоп! Оперативная работа. Бандитское нападение на офис. Хоп! Споймали. Оперативная работа. Ограбили офис. Тут же сразу оперативные работники подъехали, и по горячим следам раз, и нашли. А нашли. Машину угнали. Хоп! Вот это есть оперативная работа. То есть оперативная работа – это те, которые непосредственно соприкасаются с преступниками, причем довольно жесткими. И поэтому, действительно, у них должны быть довольно большие полномочия и возможности. Потому что следователь – это канцелярские крысы. У них бумажка, 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 бумажка. То есть оперативная – это в движении, а следователь – это бумажка на бумажке. В фильмах очень часто. Они… Ну, в фильме есть фильм. То есть они следователя показывают как оперативная работа, хотя на практике наоборот. Следователь – это чисто такая бюрократистская работа. Так вот, в начале 90-х в Украине приняли закон про оперативно-розыскную деятельность, потом еще приняли закон про борьбу организованной преступностью. По-моему, в России тоже такой закон был. И оперативным работникам милиции дали невероятные полномочия. Ну, вроде бы как бы было логично. Бандитов много, преступников. А как их ловить? Что значит дали? Ну, во-первых, оперативные работники получили право без каких-либо станций в процессе преследования преступника заходить в любые помещения, в том числе и в жилье. Ну, теория вроде бы правильная. Преступник ограбил квартиру, убегает. Его как бы догоняют и для того, чтобы поймать, зашли в другую квартиру. Логично? Логично. Мало того, оперативным работникам разрешили заниматься негласным, ну, то есть стукачеством. Внедрять агентов в бандитскую среду. А как же по-другому? То есть оперативный работник как бы срастается с бандитской средой. Секретник. Чего ты? Ха-па! Поймал. Есть? Есть. Мало того, оперативным работникам вообще вначале можно было заниматься прослушкой, читать письма на основании разрешения прокурора. То есть раз-раз. Ну, тоже вроде бы логично. Мало того, оперативный работник по логике вещей имеет право задерживать человека, которого он подозревает в совершении преступления. Задерживать это не арест. Задержали на 72 часа. Если через 72 часа выяснилось, что это не преступник, отпустили. Если нет, вот тогда передают его следователю. Следователю уже обвинение и пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Это уже работа следователя. Вообще в идеальном варианте считается как? Ограбили магазин. И стукач сказал, а вот Петров, это Петров ограбил. Оперативный работник в течение 10 дней должен проверить, действительно Петров ограбил или стукач ему наврал. Если в течение 10 дней, в результате такой проверки, гласный, негласный, он умеет право опросы делать. Не допрос, а опрос. Если в такой проверке он узнает, что нет, Петров не воровал, не играл в магазин. Значит все, в сторону. Но если в течение 10 дней говорит, да, действительно это Петров, тогда при необходимости задерживает, передает дело следователю, и следователь уже... Главное дело. При этом и оперативной работе над следователем есть прокурор. Основная функция прокурора не вести следствие, а наблюдать. То есть вот оперативный работник что-то сделал, доложил, прокурор посмотрел, ага, закон не нарушили, замечал. Следователь сделал, доложил, ага, не нарушили, замечал. А если нарушили по рукам и одного, и доказать жестоко, и отменить и решение оперативного работника и следователя. Вот для этого нужен прокурор. Ну, соответственно, если действительно преступник, если уголовное дело уже как бы сформировано, прокурор подписывает и выступает обвинительным в суде. То есть не следователь, а он обвиняет в суде. Почему? Потому что он в курсе забытие, он понимает, что это преступник, и он ее обвиняет. Логично. А судья принимает решение, прокурор или не прокурор. Вот это и есть. Обращаю ваше внимание. Наш уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс в Украине, точно-точно совпадает с европейским и американским. Точно-точно. Предупреждение, когда горячие головы кричат, давайте поменять, стоп, что вы менять хотите. У нас кодексы идеальные, просто идеальные, с точки зрения Европейского, ну то же самое. Там та же самая система. Оперативный работник, следователь, прокурор, все это есть. Судья, все это есть. Это другая ситуация. И теперь, после лирического отступления, возвращаемся к Яновичу Казарову и к налоговой милиции. Он не просто поменял название налоговой полиции на налоговой милиции, а он поменял их сущность. Потому что первоначально налоговой полиции чем занималась? Вот смотрите, есть налоговая инспекция, она собирает учет. Если она видит, что действительно есть подозрение, что кто-то не заплатил налог, и она передает документы налоговой полиции. И тогда там работник, такой следователь, начинает анализировать, что-то наподобие БХСС. Анализировать, анализировать документы, считать. Да, он имеет право вам не плановую проверку назначить, это факт. Имеет право заработать документы. Но, вот он аналитически проверяет, действительно ли факт неуплаты налогов. Или это что же там налоговики напутали. Если действительно налог не воплотили, тогда он это все оформляет, соответствующий документ, и передает милицию. То есть налоговая полиция передавала милицию, а там даже было управление по борьбе с экономическими преступлениями. И уже милиция непосредственно занималась обысками, арестами, выемками. То есть есть налоговая полиция, которая занимается больше аналитикой, действительно выявлением. Но если уже действительно понятно, что налог не оплачен, или акциз, налог не имеет значения, тогда уже передают правоохранение. А если оказалось, что ничего нет, или лицо, которому была претензия, заплатил налог, тоже ничего. Видите, как работает? Европа! Вот этого явно еще не понравилось. И он, конечно, не только поменял название полиция-милиция, он фактически поменял всю структуру. В налоговой милиции появились оперативные работники, налоговой полиции не было, следователи. Причем фактически он сделал милицию в милиции. А дальше? А дальше начался обычный беспредел. Вы знаете, что происходит? Когда в законе про оперативную деятельность написано, что оперативные работники имеют право проникать в помещение с целью преследования преступника, это логично. Но наркоделец убегает. Но когда работник налоговой милиции приходит, грубо говоря, в офис, и говорит, я преследую, кого ты преследуешь? Я кого-то преследую. Ребята, это же хамство. Не, он же приходит воровать, точнее создать проблему. Классик. Да, с формальной точки зрения считается оперативный работник одному подчиняется, следователь другому. Но на практике это же… Классическая схема, которая и при Яныча работала, я так понимаю, сейчас работает, но уже не в такой степени, но работает. Что происходит? Есть некое уголовное дело. Ну, например, за контрабанду вообще-то. Оно лежит, там лежит, это уголовное дело, никто его толком не расследовал, нафиг у меня. Но приходит, там прийти на работнику и говорит, там у меня есть фирмочка, надо ее потрясти. Что делает следователь? Он пишет, прийти на работнику рапорт или там, что вот у меня есть какое-то подозрение, что, наверное, вот эта фирмочка имеет отношение к этому уголовному делу. Никакого он отношения не имеет. Ну, может. Прийти на работнику быстренько берет это дело и дальше начинается дурочка. Он приходит в эту фирму и просит, чтобы ему предоставили документы, которые предоставить не могут. То есть, вы дайте мне вот эти вот эти документы, которые никакого отношения… А Мин тут же пишет рапорт следователю, что по его убеждению вот в этой фирме есть скрытые документы, которые мне хотели показать, которые имеют отношение к этому уголовному делу и которые они хотят уничтожить. Причем сегодня ночью. Сразу. Папа! Обыск. Маски шоу. И попал. Глава чистейшая. А значит ситуация банальная. Вынимка документов. И потом уже на основании этих документов ищут, что же там такое намутить. Как возбудить уголовное дело уже. Про эту контрабанду все забыли. Вот сюда вот. И тут дальше действительно начинается такой торг. Есть такое понятие, как есть. Есть. Было и есть. Выкупить документы. И другими словами, собственник, ну или там руководитель, начинает договариваться с налоговой милицией. Давайте я вам там дам на лапу, а вы мне вернете и типа все закроют. Договариваются, торгуются по-разному. Сторговались. И вот тут как раз вот эта вот дурочка насчет вот этого уголовного дела про контрабанду опера исследований срабатывает. Потому что тогда опер пишет, что никаких доказательств нет, все закрыли. Взятку дали, это вернули, все схлопнуло. Все замечательно. Но понятное дело, что проблем были. Причем сейчас ведь как, понимаете, я сделал маскишов, потом начинают допросы людей по сотрудникам. То есть работать не дают. Ты понимаешь, надо договариваться. Понятно. Если так случается, что не договорились на стадии оперативной, следуйте, тогда на основании выемки документов возбуждает доголовные дела. Причем сумасшедшие нарушения процесса. Специально. Это не случайно. Ты что делаешь? Сейчас объясню. Он возбуждает доголовные дела на основании тех документов, которые были. Нарушает все. Почему? Потому что если потом ему несут на лапу, он переговорит со своим прокурором. Вот опять же прокурор, который должен наблюдать, а он же что ля-ля-ляха, ручки все замазаны. И тут прокурор говорит, дядь, ты что, это же нарушение было. Отменить. Хоп, взятки там-там-там, все, отменили. Вот так это Азарова сделал. У нее даже был фонд благотворительный, профессионал назывался. Перечисляешь, все. Но самое забавное, что вы понимаете, вот эта система, в общем-то, некоторых даже Чертовская устраивала. Я знаю людей, которые говорят, да ты что, класс. Которые сначала вот так вот, на них наехали налоговики, налогомилиция. Но они, конечно, там сначала где-то поругались, помирились, но после этого подружились. Говорят, а после этого вообще прелесть. Я вообще налоги не плачу. То есть оплачу сколько мне надо. Почему? Потому что, в общем-то, и начальник налоговой в долях, и начальник милиции в долях. То есть, если им надо какое-то шоу, они могут даже прийти ко мне с обыск. Ну, если надо читаться. Ну, мы уже договорились, что будет так-так-так-так-так-так. Но! Нафиг я буду платить, если крыша. То есть, понимаете, это даже чертовская всяк устраивание. Вот такая ситуация. Мало того, вы же сами понимаете, что, ну, я вам рассказал, какие-то наезды. Понятно, что на любую фирму так не наедешь. Ну, можно так наехать и зубы обломать. Вы же понимаете, вы наезжаете на фирму народный депутат. Он генералу перезвонит, скажет, давайте сейчас мы проведем у вас расследование. Как вы боретесь? О, не-не, не надо. Вы уже передумали. Плюс ко всему, наехали на кума мэра. О, тоже как-то знаете там. То есть, грубо говоря, всегда, конечно, со всей массой бизнеса есть, ну, такие, святые. Есть какая-то, то можно их тронуть, можно нельзя. И прослоечка, которая без защиты. Вот эти страдают. Ну, я не знаю, больше ли было приозаривали сейчас. Думаю, все то же самое. И вот сейчас, на сегодняшний момент, что хотят? Хотят, но мне это назвать. То есть, убрать налоговую милицию, поставить вот эту службу финансового расследования. Немецкий человек его называет. То есть, и оставить все то же самое. Я говорю, ребята, что меняете? Не-а, мы реформа. Ребята, если хотите сделать, сделайте так, как налоговая полиция. Как? Вот так. Чтоб не было оперативных работников. Чтоб там были работники, которые занимаются аналитикой. То есть, но они действительно. Только когда вам действительно что-то проанализировали, есть факт. Они тогда передали. Не сами. Не. Они не имеют права ни сдержать, ни арестовать, ни следить. Не-не-не-не. Ребята, стоп. Вы же налогами занимаетесь. Куда вы лезете? Для этого есть милиция. Туда. То есть, вы должны это все сделать и передать в милицию. Знаете, в чем тут фишка? Кормушечки нет. Потому что, понятное дело, почему налогами милиции никто не заносил взяток. А в смысле заносить, если, по большому счету, она, то главное, она же не прессует. Прессуют те. Поэтому носили взятки милиции. Поэтому Азаров и сделал логовую милиции. А если сейчас сделать действительно правильно, такой европейский модель, носить взятки не будут. Службы финансовательные не будут. Тогда она не нужна ни до нелеку, ни носировать, никому не нужна. Кормушечки нет. Вот такая вот ситуация. По этой причине, когда кто-то рассказывает реформу, я всегда думаю, так, ну и кто-то будет зарабатывать, и кто-то будет получать. Но еще раз вам напомню, что многим бизнесменам, нет, некоторым бизнесменам эта система нравится. Ведь я просто договорился с этими самыми. Говорит, налоги можно платить, хочешь платить, хочешь не платишь. А налогами милиции тебе даже, мало того, даже можно конкурентов их натравить. Если им немножко подсыпать, они же помогут там прессунуть. Так что, видите, тут нельзя сказать, что все бизнесмены против налоговой милиции. Некоторые за. Вот такие вот бизнесмены. Резarchy. А на этом дело. . Продолжение следует...